О, нас встречают в Гардзаме, Стокгольма на русском языке, а очень удобно. Видели, какая стенка? Хотя на английском тоже есть. Пошли в стенку смотреть. Это причем резина, ребят. Макароны. Как интересно. Да, резина. Вот так вот. Начинается знакомство со скучной. И жевать. И жевать. А что ты не отодрал пожевать? Что-то как-то невкусно. Я попробовал. Попробовал. Итак, у нас 6 часов для знакомства со Стокгольмом. Мы ныряем в ближайшую станцию метро. Билет в метро стоит 45 шведских крон, действует 75 минут. И добро пожаловать в самую длинную художественную галерею мира. Метро в Стокгольме было открыто в 950 году. И сегодня в нем 100 станций, с которых под землей 48. Это отдельное туристическое место. Некоторые туристические проспекты рекомендуют посвятить ему целый день. Потому что оформление станции – настоящее современное искусство. Многие станции прорублены прямо в скалах. Это у нас экскурсия на метро. Сейчас мы поедем в сторону Норвию центру. Норвию. 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 Швеция. Хорошо. Техникска Хогнсколан. Ты по-польски. Я по-польски. Ты по-польски. В те кто-нибудь. Пещера тролля. Это какие-то символы. Это что-то значит. Значит, эта люстра может быть с вами. Ну, судя по названию, что-то связано с техникой. Хотя, совершенно не обязательно. Техниска. Обратно? Стрелка, где север, где юг. Это очень важно для метро. Север там. Радуга. Похоже, как будто пробки от каких-то бутылок. Пробки от бутылок. Пробки от бутылок. Вырублена в скале. Это станция. Это же камень, да? Так у них, похоже, все станции вырублены в скале. Предыдущая такая же была. Радуга европейская. Скала, покрашенная в радугу. Ну, это круто. Единственный уникальный случай оказаться под радугой. В прямом смысле слова. Смотри, вот она там и начинается. Прямо у нас над головой. И что нужно делать. Ура! Радуга! Выгадывать желания. Я знаю, что в конце радуги должен быть какой-то этот... сюрприз. Ну, так. Отметились. Давай, пройдемся. Ух ты! Прямо как у нас электричечка-то. У нас электричечка. Да? А это питерская электричка, собственно. Нет, нет. Митенька, как тебе в метро в Стокгольмском? Скажи, пожалуйста. Херово надо. Сказал Митя голосом Андрея. С плохой, с краской. Митя голосом Андрея. Смотри, что там вообще-то, знаешь, без единственных. Не, ну высли интересные. Сама идея интересная. Когда ты сделаешь, ты нравится, ты не спал. Мы объехали три станции, три или четыре станции. Мы посмотрели на их интересный дизайн. Кстати, вот здесь интересно, смотри. Здесь табличка. Стена покрыта настоящим окном. Это мох. Это чего? Да, это мох. Это просто природная. Да, природная настоящая. Сочится вода. Ну, то есть, как настоящий город. Вообще, это очень экономично. То есть, не нужно никаких отделочных работ делать. Нет, ну, ты смотри, как у нас тут что-то подкрашено. Это не просто так. По-моему, оно просто мокрое. Где не мокрое, там все в голове. Разные цветовые полы. Это, например, натуральные полы. Ну, здесь написано так. Ну, все. Мы познакомились. Мы едем. Мы едем. Мы едем.